Квитанции за тепло с корректировкой в январе традиционно получили все, кто оплачивает услугу по 1,12. Пора бы привыкнуть, но как-то сложно привыкнуть отдавать после Нового года, к примеру, порядка 7-8 тысяч за двухкомнатную квартиру. Только корректировка платы за отопление составила половину этой суммы. Не у всех, но больше всего звонков и обращений было от жителей микрорайона второго рабочего поселка. Комната одна, 39 квадратов. Насчитали плюсом 2,800 с чем-то, с копейками, не вижу сейчас без очков. В прошлом году было на минус. Корректировка 4,5 тысячи рублей. И это получилось за декабрь месяц 7 тысяч. Мы должны уплатить только за теплоснабжение. Двухкомнатная квартира. В прошлом году была в минус 1 тысяча. Вообще это нужно как-то привести в порядок, я считаю. Ведь это никому не под силу платить такие перерасчеты. Пытаемся прояснить ситуацию при помощи директора муниципального предприятия «Теплосервис». Население приходит, спрашивает, хотя, допустим, в этом году практически ходоков, так называть, которые к нам приходят, за разъяснениями очень небольшое количество. Но действительно суммы корректировок по поселку большие там? Что-то случилось или действительно нас настолько сильнее отопили? Нет, котельная тут ни при чем. Не все. Второе рабочее поселок, как вы говорите, что там или Меховщиков, или Корта, у всех однозначные плюсы. Есть в этих домах и минусы, где, допустим, не перерасчет, допустим, в меньшую сторону. Это не от котельной, это зависит, во-первых, от дома, от собственников помещений, как они подготовили их в зиме, как они свой дом, внутридумную систему отопления подготовили. Судя по тем данным, которые нам управляющая компания предоставляет, и не обслуживают эти теплосчетчики, счетчики работают в нормальном режиме, сбоев не было. Не было такого, что где-то по нормативу считали этой зимой на втором поселке? Нет. На втором нет. Пока мы беседовали с директором, жительницы второго рабочего поселка получали разъяснения в экономическом отделе. По данным, переданным управляющей компанией, теплосчетчики в ряде домов все же не работали. Объяснили, что у нас в доме счетчик не работал с 25 декабря по 25 января. Как счетчик заработал? Его кто-то снимал, отправлял на ремонт, делал поверку? Или почему он не работал? Счетчик у нас переносили на другое место. Ввод переносили на другое место. И якобы кошки ободрали провода электрические, и счетчик по этой причине не работал. Никто не смотрел, получается, хотя все говорят, что домком каждый день туда спускался. Теперь меня интересует, если счетчик не работает, я хотела бы знать точно, наверняка, сколько он не работал по дням. Мы попросили снять показания. Вот до сих пор у меня лежит заявление в управляющей компании, ничего не сделано. Сколько заявлений лежит уже? Год? Год, наверное. Они объясняют, у них не работает этот механизм, который считывает эти все показания. Ну, в общем, чем-то мотивирует все время. И я уже просто устала ходить. Счетчик не работал с 26 февраля и по сентябрь. В том году? Да. Это вам сказали, что счетчик? Это сейчас вот сказали экономисты. Наверное, как-то объединимся и пойдем в прокуратуру. Должен же нас кто-то защитить в этом городе. Директор торопился на совещание, и комментарий на бегу был довольно скудным. У меня таких данных не было. Ну, вот у экономиста, пожалуйста, я взяла. Кварта 8, 26 февраля. На собственном примере, так как проживаю в том же микрорайоне, иду разбираться в администрацию города к заместителю главы администрации. Предоставляю все квитанции за 2013 и 2014 год. Через несколько дней мне сообщают, что в части расчетов суммы корректировки все верно. А вот по показаниям прибора учета возникли вопросы. С ними еще предстоит разобраться. Так что официальный ответ из администрации пока не получен. Чтобы не терять время, интересуемся у директора одной из управляющих компаний города, не причастной к данной ситуации, как теоретически должны были развиваться события. Ситуация возможна, конечно, если за счетчиком не следить. Во-первых, должен быть стабильное электропитание этого прибора. Он не должен напряжение отключаться круглосуточно. Если напряжение отключаться, понятно, он не считает этот период, будут уже обсчитывать по нормативу, либо по среднему коэффициенту. Но мы контролируем работу прибора ежемесячно, и вплоть до того, что каждую неделю снимаем показания, если где-то подозрение, что прибор некорректно работает. При таком подходе вряд ли бы сложилась ситуация, когда теплощетчик на доме не работал месяц, или как на корта 8, больше полугода. Это непосредственно и на управляющей компании, потому что их обязанность следить за прибором, снимать показания, следить за его исправностью, в случае необходимости принимать первый по ремонту. Это есть не только в договоре, есть еще и в других нормативных актах, с которыми мы руководствуемся при обслуживании домов. В статье о содержании жилья есть составляющая, это обслуживание приборов учета общедомовых, это обязательно. И там с квадратного метра энную сумму управляшка получает? Да, обязательно. Вопросы управляющей компании, которая должна работать на втором поселке, нам еще предстоит задать, когда найдем ее, потому как договор управления с управляющей компанией «Демьянка», а по факту дома обслуживает фирма «Услуги». И думается мне, что на этом наша история не закончена. Продолжение, как говорится, следует. А пока заинтересованные лица будут его ждать, рекомендую к прочтению постановления правительства РФ за номером 354 о предоставлении коммунальных услуг.